Уже сейчас нужно задумываться, что у нас будет после МКС. Американцы решили лететь на Луну и воткнуть флаг очередной раз американской в Луну и высадить туда первую женщину и первого цветного. Мы воткнули свой вклад на Антарктики, на севере, мы захватили север. К нам прилетели инопланетяне. Значит, у них уровень развития технологий и их цивилизации намного выше, чем у нас. Значит, та страна, которая первая с ними войдет, сможет войти в контакт, получит большой скачок в своем развитии. Королев ведь не изобретатель на самом деле, он скорее менеджер. Вот очень по характеру он очень похож на Маска. Дорогие друзья, мы продолжаем эксперимент над нашим форматом. Мы канал молодой, поэтому можем себе это позволить. А сегодня в гостях у нас Игорь Адольфович, который связан с космосом уже более 30 лет. Игорь Маринин в детстве мечтал стать космонавтом, но стал академиком Российской академии космонавтики имени Циолковского. До 2018 года был главным редактором журнала «Новости космонавтики». Автор более 500 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. По собственному утверждению, наблюдал вживую более 70 запусков ракет. Как вы думаете, космос это пространство, где страны дерутся между собой, или прежде всего поддерживают и развиваются совместно? Мне кажется, что конкуренция в космосе, конечно, безусловно, есть. Но в то же время сотрудничество между странами и между фирмами различными, которые занимаются космонавтикой, они взаимодополняют друг друга и дают положительный эффект. Кто главный в космосе? Мы, китайцы или американцы? Космос имеет очень много разных направлений. Каждая страна продвигает одно из этих направлений. А может быть и не одно, а может и 21 и так далее. Поэтому кто-то в каких-то направлениях лидер, кто-то в каких-то направлениях отстает. За время развала Советского Союза и последствий этого развала мы очень сильно отстали по многим направлениям. Сейчас заметна тенденция к восстановлению нашего, так сказать, уровня. Китай станет первым в космосе или по-прежнему Россия и США будут играть главные роли? Китай идет очень хорошо вперед. Но я бы отметил, что он идет в пилотируемой космонавтике точно по нашему пути. Прям один в один. Один в один повторяет. Даже внешний вид Шинчжоу корабля очень напоминает Союз, только несколько увеличенный. Там бытовой отсек не с проставкой, а цилиндрический и так далее. То есть они сделали первый одноместный корабль, потом двухместный, потом трехместный. Прямо по нашему пути. Потом орбитальные станции одномодульные, две штуки у них было. Сейчас они делают многомодульную станцию, как был у нас мир запущен в 87-м году. То есть идут по нашему пути с отставанием от 35 до 45 лет. Но при этом идут скорее, с большей скоростью, чем лучше. Нет, скорость примерно такая же, но они меньше делают ошибок и на совершенно другом технологическом уровне. Потому что нельзя сказать, вот наш луноход был в 70-м году, ходил по Луне. Их луноход первый ходит сейчас. То есть в этом году его запустят. Пока Роскосмос заявляет о планах покинуть МКС к 2025 году, Китай строит собственную обитаемую орбитальную станцию Тяньгун, что означает «небесный чертог». В апреле 2021 года на орбиту вывели Тяньхэ – базовый модуль будущей станции. Он состоит из трех частей – служебного отсека с органами управления, всем необходимым для жизни тайконавтов на орбите, лабораторного отсека, на котором установлены солнечные панели и манипулятор, и переднего стыковочного отсека. Всего у Тяньхэ пять стыковочных узлов. На станции уже побывал первый экипаж. Тайканавты Нехайшэн, Любамин и Танхунбо прибыли на орбиту на корабле Шанчжоу-12. Они занимались настройкой систем станции и дважды выходили в открытый космос для установки оборудования. В скором времени в космос отправят еще два модуля для Тяньгун. Орбитальная станция рассчитана на 10 лет эксплуатации, но срок может быть продлен, а сама станция модернизирована и расширена. А вот науку недавно отправили. Это все-таки что-то современное или это советский хлам? И то, и другое. Дело в том, что сам модуль науки сделали железо достаточно давно, в смысле в металле. Ну, конечно. Он не понадобился. Он был как дублер первому нашему блоку, который мы делали для Международной космической станции. Куда эту болванку было девать, стали рассуждать. И ее несколько раз переделывали для разных целей. Сначала хотели сделать просто склад, потом хотели сделать автономный модуль, потом еще... Музей какой-то. Нет, ну музей это... Слишком дорого. Это слишком неэкономично. Вот. Поэтому вот последние 7 лет было решено сделать дополнительный научный модуль для нашего сегмента МКС. И вот начинили ее последним оборудованием. Что было старое, не все удалось заменить. Например, двигатели остались прежними. Система терморегулирования осталась прежней. Система стыковки осталась прежней. Потому что ее уже нельзя было заменить, потому что сейчас все другое. Уже не производится. Но другое оборудование, в том числе и научное, все, естественно, новое. Поэтому и так, и так. Ну, хорошо, что так. Китайцы сейчас строят свою станцию, а Россия только заявляет о том, что выходит из проекта МКС, потому что там значимо все устарело. Может быть, имеет смысл создать что-то совместное с китайцами? Уже сейчас нужно задумываться, что у нас будет после МКС. Американцы решили лететь на Луну и лоткнуть флаг очередной раз американский в Луну и высадить туда первую женщину и первого цветного. Мы лоткнули свой вклад на Антарктику и на Севере. Мы захватили Север. Американцы решили захватить Луну. Вот это пропаганда такая. Ну, захватить там тоже, там места всем хватит. Вот. Это в этом смысле. Что у нас будет? Или мы пойдем тоже на Луну, или мы будем свою строить орбитальную станцию. На этой же орбите, на которой сейчас летает МКС, и на которой летали все наши станции предыдущие. Или же на другую орбиту, которая будет проходить над всей территорией нашей страны. А в чем преимущество смены орбиты? Там и плюсы, и минусы. Какие? Вот, например, сейчас станция летает над наклонением к акватору 51,6 градусов, перекрывая всего треть нашей территории. Видно с ее борта. Вроде бы как, зачем космонавтов наблюдать за Землей, да? Но в то же время они все приборы испытывают именно по своей территории. А потом уже их там ставят на разные автоматические аппараты и так далее. Какое наклонение нужно, чтобы летать полностью на территории? Нет, и рассматривается сейчас вопрос, чтобы 97-98 градусов. То есть она практически перекрывала всю нашу территорию, и плюс еще каждые полтора часа осматривала и Южный полюс, и Северный полюс. То есть все под контролем было бы. Замечательно, но здесь минусы большие есть. Что радиационные пояса, которые, вы знаете, к полюсам снижаются, около экватора, они далеко находятся. Здесь станция будет пересекать радиационные пояса. А это значит... Это станция будет находиться в области радиации? Ну, не целиком, но будет пересекать чаще, и нагрузка именно по облучению на космонавтов будет больше. Поэтому рассматривается не постоянно пилотируемый, как сейчас, МКС, а периодически. То есть прилетели туда, сделали работы, перезагрузили аппаратуру, заменили там какие-то расходные материалы, кассеты, провели ремонт и вернулись. И дальше все в автомате работает. А что касается ближе к экватору, то как раз китайцы и летают, и построят свою станцию на наклонении, которая очень ближе к экватору. Она не пролетает над нашей страной вообще. И у нас нет технической возможности туда летать. То есть единственный способ сотрудничества – это готовить наших космонавтов для полета на их космических кораблях. Программа на Марс полетов. Да нет этого ничего еще. У нас ни у американцев нет. Вообще нет. Это только слова. Мы общались недавно с Иваном Вагнером, это российский космонавт. Ну знаю я его, хорошо, конечно. Он сказал, что пока полеты на Марс – это все утопия, потому что лететь 250 туда, 250 обратно, и множество нерешенных задач. Но маркетинг уже пошел. То есть фильмы, маск, полеты, переселения. Выглядит красиво, картинка выглядит красиво. Но есть ли под этим научная подоплека, ваше мнение? Что думаете? Целиком с Иваном соглашусь, потому что в ближайшие 10, наверное, даже 15 лет реально о полете человека на Марс разговаривать не стоит. То есть это очень большие деньги и очень большие технические сложности, в том числе по жизнеобеспечению пилотов. Вот Маск все говорит, вот я сделаю ракету, ракету там 100 человек посажу, безвозвратно туда – это полный бред. Этого невозможно, это убить людей просто. Ну вот давайте вот прикинем просто вот. Смотрите, для каждого человека нужно в день два с половиной литра воды. Если там регенерация воды, то есть из них, предположим, полтора литра, можно возвратить и использовать по новой. Хотя бы литр воды нужен в день для каждого человека. Берем трех человек. Значит, три литра воды в день – это три килограмма. Значит, множим на девять месяцев. Это сколько уже получается? 250 дней. Три надо. 750, 750 литров. 750 кило. Плюс обратно? Полторы тысячи. Полторы тысячи – только воды. Полторы тонны – только воды в этом корабле должно быть. Это только воды. А плюс одежда, плюс еда, плюс какая-то научная аппаратура, плюс кислород. Видимо, надо получать магию и не добывать воду. Вы можете просто так вот приплюсовать, сколько это может стоить для трех человек. А Маск говорит о стату. Полный маразм. Вот полный. Это нереально. Но с точки зрения именно престижа показать, что американцы круче всех. Вот это, по-моему, основная их задача. Потому что никто из них не пишет, что они будут делать там, и что это будет хотя бы чуть-чуть экономически эффективно. Вот если эту статью почитать… Есть ли экономическая подоплека под этим всем? Это вопрос уже, это не утверждение. Это надо смотреть, потому что что там есть, они рассказывают. А вот сколько, какими средствами это нужно добыть, и какими средствами доставить на Землю, там это не раскрывается. Я же утопические истории. Полетели на метеорит, сели, добыли за год, или там за два дня, пять ВВП всей Земли. Вопрос, как туда доставить обратно. Потому что метеориты супер богаты многими вещами, теми же самыми редкоземельными, которых на Земле добывать сложно. Вот совершенно правильно говорите, только метеориты ловить практически невозможно, и ничего не успеешь там добыть. А те, которые падают на Луну, они разбиваются, и весь этот материал там так и лежит. И вот они как раз и рассказывают, что и как можно там есть-есть. Вопрос только, каким образом это все собирать на Луне, и как доставлять на Землю. А то, что там появились возможности, которых мы не видели в 70-е годы, когда американцы туда летали, обнаружили там большие запасы воды. Откуда она там взялась? Вопрос открытый пока. То есть теоретически можно воду добывать на месте, не вести столько много для жизнеобеспечения, и разбить какую-то лунную историю для добычи ископаемых? Кроме того, эта вода электролизом разлагается на водород и кислород. Кислород для дыхания, водород для двигателей ракетных и так далее. То есть это большой ресурс, который не надо вести из Земли. А кроме того, сейчас вот начали делать устройства, которые могут из лунного грунта делать корпуса, например, строить жилища и так далее. То есть какие-то типа 3D принтеров, но из лунного грунта, например. Это тоже интересно. Это тоже экономия ресурсов. И поэтому все обратили внимание именно на южный полюс Луны, где как раз запасы воды наиболее большие. Создавая компанию для постройки космических ракет SpaceX, Илон Маск побывал в России, где приценивался к баллистическим ракетам, но купить ни одну не смог. Зато понял, что ракеты продаются со значительной наценкой, а их себестоимость составляет лишь несколько процентов от финальной цены. В итоге он решил построить свою. Первым продуктом американского космического предприятия стала легкая ракетоноситель Falcon 1. И хотя первые три запуска окончились неудачно, она стала первой частной ракетой на жидком топливе, добравшейся до земной орбиты. Затем SpaceX получила контракт от NASA на разработку тяжелой ракеты Falcon 9 и корабля Dragon для доставки людей и грузов к МКС. Впоследствии Dragon стал первым частным аппаратом, пристыковавшимся к МКС. Более того, в рамках контракта с NASA SpaceX стала первой частной компанией, которая осуществляла снабжение станции на собственных космических кораблях. В мае 2020 года еще один проект компании, пилотируемый корабль Crew Dragon, доставил на орбитальную станцию астронавтов Дугласа Харли и Роберта Бенкин. Они стали первыми американцами, стартовавшими к МКС с территории США после почти 9-летнего перерыва. Вы говорите про будущую программу «Орел», когда она стартанет. Расскажите чуть подробнее нашим слушателям, что же это за программа. Ну это на самом деле не программа, а проект. Проект создания нового пилотируемого космического корабля, потому что союз, общая компоновка была сформирована еще Королевым в 62-м году для полета вокруг Луны. «Орел» предполагает эту ситуацию изменить? Конечно, «Орел» будет намного значительно больше. И главное, предполагается, что он будет в двух вариантах. Это для орбитальных... А это полетается одноразовая запуск или многоразовая программа? Ну торопиться не надо, дорогой. Хорошо. Предполагается в двух вариантах. Один для орбитальных полетов на орбитальную станцию, и другой для полета к Луне. Это требования немножко разные, потому что связь одно дело с орбитой Земли, другое дело с орбитой вокруг Луны, например. Скорость входа в атмосферу. Здесь первая космическая скорость 8 км в секунду. Если с Луны мы летим, то уже 11 км в секунду. Теплозащита другая. То есть они будут различаться. Пока сейчас работы идут над первым вариантом для орбитальных полетов. И первый полет собираются запустить в 23-м году в декабре. Это будет беспилотный полет на орбиту Земли. Второй полет в 24-м году, тоже в конце, предполагается автоматическая стыковка с МКС. И в 25-м году на нем должны полететь космонавты на МКС. А сейчас и Брэнсон слетал, и Безос слетал. В этом году прям бум. Такой после пандемии, не слетать всем в космос. Все хотят покупать билеты. Кто-то летит в реальный космос, кто-то летит в космос ниже 100 км. Что думаете про коммерциализацию космоса? Ну, Маск скрывает. Хотя он тоже сейчас провел первый автономный полет с четырьмя туристами без профессиональных космонавтов. Они летали три дня по орбите. Ну, как раз буквально. Да, и вернулись. Ну, это вот потрясающее, конечно, достижение. Потому что без профессионального космонавта это значит, что любая нештатная ситуация, они будут лаутинны. Не, ну не каюк. Ну, просто они ничего сами предпринять не могут. Они не готовы к этому. Поэтому цена разная. Но, соответственно, даже 200 тысяч долларов, я не думаю, что загрузка и окупаемость будет очень высокая. Там, за рубежом. У нас еще хуже положение. Потому что у нас практически нет таких людей, ну, единицы может быть, ну, десяток может быть, которые бы заплатили даже 200-300 тысяч долларов за прыжок, чтобы ощутить невесомость. А как насчет военных разработок в космосе? Есть ли ракеты в космосе? Будут они там остановлены? Как это все регламентируется? Значит, военный космос может быть двух типов. Один созерцательный, другой боевой. Вот созерцательный военный космос, он не запрещен никакими договорами и так далее. То есть, это разведка из космоса, связь в интересах военных, точные навигационные данные и так далее. А вот, что касается уничтожения оружием, которое размещается в космосе, это сейчас международными договорами запрещено. Сейчас, хотя пытаются Соединенные Штаты и Китай уже провели испытания повреждения спутников с земли. Это не запрещено, и это они уже попробовали. Так что оружие против спутников уже, в принципе, есть. Дальше. Есть сейчас спутники, которые могут маневрировать и менять место расположения. А это значит, что он может быть спутником-самоубийцей. То есть, он может разогнаться и столкнуться со спутником противника и его уничтожить. Считать это за оружие или не считать, вопрос открытый. Юридически сейчас это никак не запрещено, но, в принципе, такие возможности у современных космических аппаратов уже есть. Конечно, ракет с ядерными боеголовками на орбите, этого нет и, я думаю, никогда не будет, потому что любое такое... Ну, сейчас скрыть это невозможно от партнеров-противников. Поэтому сразу же узнают или поднимут всю общественность, или будут делать альтернативные вещи. Насколько это большая проблема в космосе? Стоит ли его убирать? И действительно, через 10 лет станет супер плотно и опасно выходить в космос, как это делают сейчас? В смысле, выходить, отправить свои спутники в космос? Это серьезная проблема. Значит, нужно здесь учитывать две вещи. Значит, первая вещь, что атмосфера Земли простирается достаточно высоко, больше, чем на тысячи километров, и, в конце концов, весь мусор, который находится в этом периоде, он тормозится и сам сгорает. То есть надо, прежде всего, принять международные законы, чтобы не сорить в космосе, чтобы не появлялся новый мусор. А это значит, что у любого спутника должен быть определенный резерв какой-то, когда конец его работоспособности наступает, чтобы он мог сводиться с орбиты, снижать орбиту и сгорать в атмосфере. Это должны быть приняты международные законы. И все, кто занимается космической деятельностью, должны его соблюдать. Раз уж мы с вами затронули Илона Маска, то какие смены парадигмы его Crew Dragon, который все-таки в космос полетел и летает теперь многоразово, внес в сознание всей космонавтики мира? Ну, во-первых, все это понимают, что крупный бизнес занялся серьезно космосом. Может быть, есть надежда, что наш российский крупный бизнес этим же займется. Это первое. Второе. То, что корабль можно сделать быстро, достаточно дешево и достаточно надежно. То есть, это уникальная вещь, потому что этот корабль... Это произошло за последние 10-15 лет. Да, делали долго, но качество у него достаточно хорошее. И государственные предприятия... Я бы сказал, маркетинг тоже хороший, а по качеству надо еще проверять много лет. Ну, пока он показывает. Но вот его конкурент Boeing, которому тоже была заказана и оказана финансовая поддержка государственная для создания тоже пилотируемого корабля, он опростоволосился. Они же практически к пилотному запуску подошли одновременно. Маск запустил, состыковался с МКС в автоматическом режиме и посадил. А у Boeing стыковка не получилась. Полтора года, пока это самое, потеряли на выяснение причина. Оказалось, там еще куча разных замечаний. Недавно, в прошлом месяце, вышли они опять на старт. И при заправке выяснилось, что у них половина клапанов не работает. Его сняли с этого самого, еще теперь на первый квартал следующего года, только беспилотный. Маск уже экипажи меняет, уже доказал надежность корабля. То есть у него там сколько? Четыре уже пуска с экипажами было. Да, это значимо. А Boeing все еще первый пуск не отработал, беспилотный. Такие же примерно проблемы у наших предприятий, которые уже 70 лет работают, которые громоздкие и так далее. Кто станет российским маском? У кого есть перспективы? Очень была надежда на руководство компании S7. Авиационная компания. Когда они купили форуму, пригнали в Россию. Да, да. Значит, они сейчас вторая авиационная компания по численности после аэрофлота. И денег много имеют. И вроде как начало было хорошее. Они создали специальное дочернее предприятие для создания ракеты-носителя. Взяли на себя идею создать более грузоподъемный, с возвращаемым аппаратом, грузовой корабль для снаживания МКС. Выкупили права на морской старт, перегнали его из Соединенных Штатов. Штаты его почистили. Да. Но на этом пока все и кончилось. То есть у них энтузиазм пропал, несмотря на словесную поддержку Роскосмоса. А есть ли в России грантовая история? То есть МАК поднялся по факту за счет грантов американского государства? Да. То есть в России есть гранты для предприятий, для разработок? Очень маленькие и очень сложно их получать. Система такая есть. Но они у нас не гранты называются, а госзаказ. То есть объявляется, что нам надо. Со стороны бизнеса, наверное, есть немножко опасения сначала его долго получать, а потом за него еще долго сидеть. Есть такая история. Ну и это тоже есть, конечно. И в этом проблема. Российский Милана Маска мог стать собственником Севена. Пока, видимо, буксует. А кто станет следующим королевом? Королев ведь не изобретатель на самом деле. Он скорее менеджер. Да. Вот очень по характеру он очень похож на Маска. Только Маск создал свою компанию, заработал деньги. И на эти деньги он стал делать изделия и предлагать свои услуги, свои изделия госзаказчику. То есть НАСА. А Королев, конечно, не имел ни своих денег, ни своего предприятия, ничего. Но имел значимый вес, так чтобы сказать, что Луна твердая, поэтому... Не имел, а завоевал со временем. Да, завоевал. А чтобы завоевать этот вес, нужно уметь находить светлые идеи, их поддерживать, отчленять. Вот, например, ракету Р-7, да, или теперешний Союз. Ведь не Королев ее придумал. Это не королевская ракета. Это Тихонравов придумал военный, которого Королев взял себе из военного института, не И-4, и создал ему условия для создания этой ракеты. Уникальный совершенно, которой аналогов нет. Почему мы американцев опередили на десятилетие? И почему она до сих пор работает? Потому что Королев был крутым менеджером. Так вот, таких сейчас менеджеров нет, не только потому, что нет характера такого, а еще и потому, что совершенно другие условия. С моей точки зрения, бюрократическая система у нас в государстве, она очень громоздкая и малоподвижная. И она отбивает как-то любое желание любых частных инвесторов заниматься этим делом. Вы человек серьезный, с большой научной подоплекой. При этом задаем пару несерьезных вопросов. Вот завтра инопланетяне прилетят, что делать будем? Ну, предположим, что они прилетят к нам, а не к американцам, да? Ну, на Землю в целом. Нет, это совершенно разные вещи. Дело в том, что... Хорошо, прилетят к нам. Дело в том, что инопланетяне, это значит, уровень развития их цивилизации намного порядков выше, чем наш. Хрен его знает, может быть мы как инопланетяне высадились на Луне уже, и местные думают, муравьи, блин, что за... Такие непонятные. Ну, давайте, что к нам прилетели инопланетяне, к нам они прилетели, не мы туда, не они нас нашли, они нас нашли, они к нам прилетели. Значит, у них уровень развития технологий и их цивилизации намного выше, чем у нас. Значит, та страна, которая первая с ними войдет, сможет войти в контакт, получит большой скачок в своем развитии. И сразу станет как бы доминирующей, ну, очень быстро станет доминирующей технологически во всем мире. Сейчас на эту роль претендуют Соединенные Штаты. И они делают все для того, чтобы, если вдруг какие-то инопланетяне появятся, их взять себе в оборот, скрыть это всех и получать с них какие-то знания, чтобы всю Землю взять, так сказать, под собственный контроль. Соответственно, я думаю, что и наши спецслужбы стали бы поступать точно так же. Вот выяснили, что делать, если инопланетяне к нам прилетят, а если они прилетят к китайцам, к индонезийцам, к американцам, что делать-то будем? Ну, я думаю, что это не наша с вами задача, а у нас есть спецслужбы, которые должны этим заниматься непосредственно. Вы так много лет в космосе, так много всего знаете, а какие технологии спустились к нам на Землю из космоса? Что знаете? Что было изобретено на орбите и потом трансформировалось и в течение времени пришло на Землю? На орбите не изобретается ничего. Был доказано, сделано, опробовано? Да, туда отправляются вещи или там проводятся эксперименты, которые призваны дать информацию для открытий и для изделий, которые делаются на Земле. Или для отладки оборудования. Ну, вот, например, система ГЛОНАСС. Элементарно, все сейчас ей пользуются навигаторами. Но эта система была еще создана в советское время для военных. Что еще? Например, сколько угодно. Дистанционное зондирование Земли. Раньше это были чистые фоторазведчики, сделанные, причем, одновременно с кораблем Гагарина. И корабли были одинаковые, назывались «Зенит-2». Это тот же самый гагаринский корабль. Только один потом сделали пилотируемый, а другой сделали автоматический. Вот «Зенит-2». Так с тех пор все фоторазведчики, которые делались для Министерства обороны, картографические и так далее, они сейчас выполняют роль для гражданского населения. Сейчас мы получаем информацию о пожарах, о растительности, о зараженности почвы, о зараженности лесов, предсказываем землетрясения. Я уже не говорю о погоде. И тут можно копаться. И технологические тоже вещи. Например, там куча клеев создавалась. На самом деле, назвать конкретное что-то сложно, потому что от идеи и от проверки этой идеи в космосе до попадания в общее потребление населения проходит очень большое время и очень много стадий. Наш канал смотрит много мечтателей и изобретателей. Каким будет космос в 2051 году, через 30 лет, когда поколение, которое нас смотрит, подрастет и сможет рулить миром? Мне кажется, что жизнь на Земле без космоса, без космических аппаратов, без космических услуг будет просто представить себе невозможно. Хотя большинство людей забудет, что это идет из космоса. Как сейчас происходит, например, с интернетом. Что касается межпланетных полетов, то на Луне будет работать международная база. Рядом с Южным полюсом. Скорее всего, на Южном полюсе. На котором будут работать ученые разных стран и будут пытаться добывать там полезные материалы, ресурс которых заканчивается на Земле. А полеты на другие планеты Солнечной системы получатся, не получатся к 1951 году? Нет, я думаю, что нам просто лететь больше некуда, кроме как на Марс. На Марс мы за 30 лет пилотируемый полет, я не думаю, что мы осуществим. Ученые направят свою деятельность, а государство увеличит финансирование в направлении новых открытий физических законов. На маленьких примерах. 200 лет назад никто не представлял, что есть электрический ток. Значит, там 120 лет назад... Графен ребята в России изобрели. 120 лет никто не знал, что есть радиация. И там 50 лет никто не представлял, что есть лазеры. И так далее. То есть различные физические законы до сих пор открывают. Радио, телевидение, радиоволны. Никто о них там 200 лет назад не представлял даже, что они есть. Что они в принципе есть, потому что наши органы чувствуют... То есть вы топите за новые открытия, новые изобретения. Да, нам нужно искать способы перемещения в пространстве, не используя химические двигатели. Которые изжили себя, которые стратегически не могут нам ускорить передвижение. И благодаря им мы не можем дальше Венеры или дальше Марса... Телепортация, левитация. Да, да, что-то должно быть. Потому что последние десятилетия открыли темную материю. Открыли кротовые норы. Обосновали, что... Это история про то, что время отрицательно, может быть, можно проходить в обратную сторону. Ну опять, это теоретические рассуждения. Но этим, может быть, можно пользоваться. И вот тогда мы завоюем не только околосолнечное пространство, но и всю галактику. А может быть, даже и в другие галактики будем летать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...